Уравнение Гирыков, включили магнитное поле и почти что рассмотрели. Я напомню, что речь идет о уравнении для Гирыковской формально-компонентной, но вообще говоря, широкомпонентной, которая состоит из пи-ки компонентов, причем мы рассматриваем положительно определенное решение, когда фи – большая компонентная, хи – малая компонентная. Далее уравнение Гирыков в рамках стационарной теории, то есть предположение, что поле не зависит от времени, и вообще гамитонен в этом случае не зависит от времени. Мы получаем епсилон фи равняется c сигма п хи плюс mc квадрат фи до уравнения. И в том уравнении епсилон хи равняется c сигма п фи минус mc квадрат хи. Вот эта система фактически четырех уравнений. мы решаем для внешнего магнитного поля. Внешнее поле мы включаем, переходя от t обобщенному к импульсу, p минус е цена а, к обобщенному к импульсу, который включает импульс электромагнитного поля. Ну и делаем замену. Дальше я из второго уравнения, хи выражаю через хи, подставляю в первое уравнение, причем связь хи и фи я беру для случая, значит я ввожу во первых энергию отсчитываю от энергию покоя, ввожу е вместо епсилон, ну и дальше значит у меня предполагаю, что е, а вот эта вот энергия, это как бы нелетвистская энергия, это величина, ну либо mv квадрат пополам, либо потенциальная энергия. Ну а мы знаем, что в задачках нелетвистской квадромеханики потенциальная кинетическая энергия, ну просто они сравнимы по порядку величины, поэтому энергию можно оценивать как mv квадрат пополам, скажем так. Ну и если я буду рассматривать эту величину по отношению к энергии покоя, ну легко видеть, что это будет величина порядка mc в квадрате. Поэтому я, естественно, буду использовать при движении, когда е у меня много меньше mc квадрат, много меньше mc квадрат, и я возьму приближенную связь хи и фи. Приближенную связь хи и фи, мы ее получали, это сигма п на 2 mc фи. Вот эту приближенную связь. Это разница только в чем? В том, что здесь, смотрите, в знаменателе не слагаем с mc в квадрате, у нас появилось 2 mc в квадрате, ну и c, и одно c. Вы знаете, мы их сократили, напоминаем просто. Ну и повторяем дальше, мы это все подставляем в первое уравнение и перенося перслагаемый сюда налево и вводя е, я получаю уравнение вида. Е фи равняется, и вот я здесь начешу аш фи, где аш, я же отъезжаю в стационарную задачу, и это фактически будет уравнение на собственное назначение, собственные функции некоторого оператора Гаммитвана. Ну и этот оператор вносит название оператора Паули, или Кмиттенян Паули, и уравнение будет носить время Паули. Уравнение Паули. Значит, в этом уравнении оператор Гаммитва так вот идёт П минус Е цена А, П минус Е цена А квадратный на АВМ. Вот эта часть, это как бы переноформированная не литивистская кинетическая энергия, ну переноформированная полем. То есть просто П квадратный на АВМ я заменяю П на обобщенный импульс. Вот я получаю переноформированную кинетическую энергию, с учётом полевого вклада. Дальше я получаю новый слагаемый, совершенно который он связан с матерцами Паули. На счёт этого слагаемого я перепишу, оно у вас записано, так? Я его сразу немножко перепишу уже в таком немножко модернизированном виде. Сейчас слово модернизацию. Итак, я учу следующее. Значит, во-первых, от сигма матрицы я перейду к матрицам спиновым С. Это аж пополам. На сигму. Раз. У вас, в том положении, на котором мы остановились в прошлый раз, там сигма матрицы входили. Я перейду к спиновым матрицам. Раз. Второе. Значит, ротор А. Ротор А. Ну, то есть, это набло векторно на А. Причём здесь оператор набло только на А. Есть вот это ротор А. Я записываю как поле. Это напряжённость магнитного поля. И тогда в слагаемый, который у меня здесь пойдёт, я запишу следующим образом. Минус мю С на H. То есть, в виде взаимодействия некоторого магнитного момента с полем. Причём, мю С здесь мю С это вектор пропорциональный. Это магнитный момент пропорциональный спиновому моменту. Ну, а коэффициент пропорциональности между механическими моментами, магнитным моментом, гиромагнитное отношение. То есть, я отпишу это гамма-С на спин. Гамма-С на спин. Причём, я уже сразу могу сказать, что фактически у меня речь идёт о взаимодействии с магнитным полем спину момента одна-вторая. Спину момента одна-вторая. Почему? Потому что у меня матрицы паури, спины выописывают как раз именно спина-дактора. Здесь гиромагнитное отношение гамма-С равняется Е. Ну, вот откуда-то два варианта. Включая, видите, в С я включил H постоянную фланг. Но мы обычно говорим С одна-вторая, спина-дакторая, единица и так далее. Но подразумевает, что речь идёт, конечно, о спине, в единицах H. Он же имеет размеры с H. Поэтому я гиромагнитное отношение вначале выпишу так, как оно есть. Е на МЦ. Вот, спиновые гиромагнитные отношения. Е на МЦ. Но если я буду спин рассматривать безразмерным, я вот эту вот постоянную тлангу втащу сюда, вот, гиромагнитное отношение. И запишу, да, и у меня появится EH на МЦ. Ну, а есть такая вот константа, знаменитый магнитон Бора. Магнитон Бор. Я последовательно сейчас введу этот магнитон Бор. Итак, это будет, если я, повторяю, спину, буду рассматривать безразмерно, это будет EH на МЦ. Или Магнитон Бор отличается вот от этой константы от этой величины в двух моментах. Первый, в модуль Е входит, это ведь отрицательно, но у нас еще модуль Е входит, это раз, и у второго, это двойка в знаменателе. В результате получилось, что минус 2 на магнитон Бора. Магнитон Бора, где гиромагнитное отношение, минус 2 магнитон Бора, где магнитон Бора, знаменитая константа, Е по модулю H на 2 МЦ. Магнитон Бора Е по модулю H2 МЦ. Вот каким образом у меня магнитный момент Дираковские частицы, находящиеся в магнитном поле, вот она этим магнитным моментом реагирует на поле, хотя это не все, у меня ведь еще слагаем пока осталось, немножко не проанализированным. Здесь речь идет о не про новом вкладе, в котором нет в Швейденбергской теории, это спиновый вклад. Ясно, что здесь речь идет, еще раз повторяю, у взаимодействия спинного момента на вторая с магнитной поле, мы можем наших частиц как раз и поставить соответствие спин 1-2, механический момент 1-2. Дальше, что еще можно сказать? Ну, очень часто вот эту двоечку двоечку обзывают спиновым G-фактором, спиновым G-фактором, и гермагнитное отношение очень часто пишут так, минус спиновый G-фактор G-с на магнитон Борре. Где G-с? В нашем случае двойка. Спиновый G-фактор двойка. Ну, вот надо обратить внимание на то, что в каких-то книжках вы можете вот этого минуса не увидеть. Вот этого минуса не увидеть. Ну, с чем это связано? Кстати, что с этим минусом вообще-то сначала связано? Ну, обратите внимание, что если гиромагнитное отношение у нас отрицательное, это означает, что магнитный и спиновый момент, то есть магнитный и механический момент, скажем, электроны, они ориентированы в противоположные стороны, они параллельны друг другу. Магнитный и спиновый момент. Вы спросите любого магничка, включая те, которые рисуют здесь, как спин и магнитный момент сориентированы. Вот так вот и нарисуют. Ну, как спин и магнитный момент с ним связаны. В общем-то, я бы сказал так, что в большинстве случаев вот этот знак роли особо не играет. Но в деталях, конечно, играет просто пример. Вот представьте себе, вы эффект взаимана смотрите, да, у вас спиновое состояние, в этом случае будет расщепляться в соответствии с разными значениями проекции магнитного момента на направлении поля. Но мы знаем, что выгодные для поля направления магнитного момента это по полю. А против поля не выгодно. Значит, состояние с проекцией положительной магнитного момента будет выгодно. Ну, а это состояние соответствует отрицательному значению проекции спинного момента. То есть мю или мс равна минус 1 2 а не плюс 1 2. А чаще всего все пишут плюс 1 2. Повторяю, что если вы эти две ситуации не различаете плюс 1 2 ничего страшного. Ну, то поры до времени как всегда ружьем повешены иногда на стену. Тогда выстреливает. Да, вот ситуации связаны с двумя магнитными моментами. Например, магнитомент электрона и магнитомент ядра. Там два гермагнитных отношения у вас появится гермагнитное отношение для электронов и гермагнитное отношение для ядер. И вот тут как раз надо будет следить. Гермагнитное отношение для ядер может быть как положительный так отрицательный. И вот в этих ситуациях о чем идет речь? скажем, так называемым двойной электронной ядерной резонанс. То есть фактически это некое обобщение ЭПР и ЯМЕР двойной электрод ДЕЯР так сокращается ДЕЯР или по русски и по-английски тоже звучит красиво. По-английски ЭНДОР ЭЛЕКТРОНЬЮЛЬДА ДАБЛ ДО ДАБЛ резонанс ОТОР занимается ЭНДОР Хорошее такое слово Кстати, собаку можно так называть ЭНДОР Ну и ДЕЯР кстати, тоже может Собаку нельзя называть Маша Петя У него не принято А вот ЭНДОР ДЕЯР я вам советую Ну ЭПР можно И больше это будет Эринлянда Писать себе Вы вышли куда-нибудь по площадку собачек потеряется выражение там нечет Вот и кричите ЭПР или ДЕЯР А если у вас много то если соберется А еще математики там Ну кстати у химиков тоже очень много сокращений иногда очень благозвучно Ну правда есть благозвучно Бывает Итак ЭТО Константы безразмерные Что если название G-фактор G-фактор вот так прямо и пишется G-фактор G-фактор Дело в том что на самом деле вот эта запись гиромагнитного отношения гиромагнитного отношения ведь вот здесь он записан как бы в терминах магнитона или в единицах магнитона Бора она на самом деле расширяется обобщается и в общем случае вместо гиромагнитного отношения как некой константы в общем случае вводит тензор почему обратите внимание на это соотношение здесь с правым вектор и с левой вектор ну а два вектора в общем случае связаны тензором второго ранга в общем случае связаны тензором второго ранга и поэтому это соотношение вообще говоря обобщается ну скажем ГОПРщиков там и МРщиков резонансчиков магнитного резонанса обобщается и вместо гиромагнитного отношения вводят тензор ну выделяя из него магнитон Бора тогда вводят вот эти тензорные свойства переносят на вот этот же фактор но его тогда называют не же фактор а G-Tensor G-Tensor будет ну вот недостаточно да ну есть надо конечно сказать что магнитон Бора для магнитчиков да не только для магнитчиков отдела что магнитные методы они используют очень широко и используют сегодня химики конечно и биологи используют магнитные методы потому что магнитные методы сегодня это один из я не сказал на игру таких прецизионных методов измерения ну например очень слабых магнитных полей 2 слабые магнитные поляги вот когда мы делали на вы же представляете человек может этот кардиограмм можно магниты кардиограмму снять магниты кардиограмм очень слабые магнитные поля сегодня меряют это кстати такой нет относительно недавние изобретения измерения очень слабых полей мере с помощью так называемых сквидов сквид магнитометрии с виду это сверх проводящий квантовый интерференцированный датчик с помощью спида сегодня очень просто супер баллы поля очень тонкая методика поэтому магнитчики где-то скажем лет там 30-40-50 назад оказались такими у которых методика это как грубовая рада я бы сказал сегодня ничего подобного и поэтому сквид магнитометрия широко используется я бы даже бы сказал не только в химии в химии там не сильно а вот у биологов для измерения очень малых магнитных полей и частности для исследования эффекта типа влияния скажу магнитных полей мобильника так на на не крепшего на мозги нашу не отвечу вы знаете ли есть у нас этого нет западе есть куча журналов с названием типа магнитобиология и биомагнетизм в разных вариантов вот такие журналов очень много и в них статьи огромное количество статей огромное количество народа одни половина занимается тем что они объясняют что это вредно но другие обязаны что это не вредно вот они работают по заказу всяких nokia самсунгов и так далее обещаю совсем не вредно ну а другие музыка работают на деньги их конкурентов вот этот это есть такая известная ситуация что повторяй к сожалению у нас это мало известный у нас журнал таких нет совсем хотя фил магнитизма и магнитобиологии какое-то количество народа физики все таки занимается у нас немного и вот ноги тут город конечно величина очень важно потому что мы видим это фактически нет некий масштаб масштаб измерений магнитных моментов электрон единичные измерения магнитных момент он не тот пор имеет размеры с пакетку момент описи то если я здесь спин считаю безразмерным у меня все размеры с магнитного момента переносится на гермагнитный фактор по моему одно время его очень давно назвали жиром агнитный также как и раскоп жироскоп может быть ведь размеры с гермагнитного тоже и вот это тоже надо иметь это фактически единичка измерения электронных магнитных моментов большая немало это величина но в системе старой cgs я в новой системе не знаю а в старой системе cgs есть очень простой такой простая оценка для гермагнитного для магнитного набора 10 минус 20 это единицы только cg с е 10 минус 20 то есть опять система единиц где сантиметры секунды правда везде вот но сам главный сантиметр эрги конечно энергия не джоули перевести то несложно но вот я все-таки привык реально в системе cgs все отслеживаю ну это все посчитать дачу считать перед любую таблицу физических величин во многих книжках это станция начали это быть лично единиц приведены и так мы достаточно подробно вы проговорили вот об этом новом дирековском слагаем то есть фактически дирековская теория дает некий регулярную процедуру получение вот этого гаментаньяна паули повторяй паули его двадцать седьмом году фактически предложил не вывела предложил а в двадцать восьмом году герой киво фактически получилось своего уравнения как это мы делали но сдавать еще несколько слов вот об этом не литвийском слагаем хотя так критерийский теория отношения прямого не имеет но тем не менее реально для для вагничек и вообще-то для квадромеханики это конечно смысл большой имеет анализ и так проанализируем его значит вы прошлый раз уже говорили что вот эта часть вместе со спиной полный гаментанин паули можно записать видит следующем это b квадрат на двое то есть просто кинетическая энергия без поля естественно дальше и три слагаемых это питальный и спинновый так называют парамагнитной саганин это слагаемые очень часто называют парамагнитным спинного слагаем почему парамагнитный дело в том что когда мы говорим парамагнетизм парамагнитный момент можно предполагает что речь идет о системе ну чаще всего йонов скажем так у которых существует спонтанный магнитный момент это очень важно как только вы говорите о системе там атомов йонов молекул со спонтанным моменту с отличием от нуля магнитный момент вы сразу можете прикинуть да при высоких температурах сети магнитный момент и будут вот так вот как-то хаотически разбросаны средние температурные или динамическое среднее будет равно нулю но спонтанный момент существует мы говорим материал аромагнит ну и паромагнитик принципе любой промагнитик при понижении температуры может ну если расстояние между магнитными парамагнитными ионами скажем достаточно небольшой концентрация если монет и он и большая добрый кинженную такую парамагнитик может перейти в магнит упорядоченное состояние ну а тем самым отвечаем paramagnetic ge magnetica для девочек характерно другая ситуация где магнитики не обладает спонтанных то есть в отсутствии поля магнитный момент вот разница парамагнете под солнце поле обладает в этом момент она берет спонтаный без поля 1 монетик без поля магниты момента не было данного метров и варматика не значит у него может быть магнитом эндок редуцирован полем где мы ведь ну а парамагнитных моментов у атомов геонов валетбулл 2 может быть спиновый вот мы сейчас проговорили и арбитальными у вас получим так итак два слагаемых отсюда я уже раз говорю перекрестные слагаемые минус е на 4 2 здесь двойка сократится и mc дальше она ты она ты оператор и слагаемые квадратичные по а плюс где квадрат на 2 mc квадрат а квадрат на квадрат и наконец минус спиновые слагаемые которые только что выше говорили минус минус на ажи вот и вот и нужно преобразовать и так 3 нетривиальные здесь слагаемые соответствующим взаимодействию с магнитным полем 3 слагаемые соответственно это слагаемым назовем аж орбитальный парамагнитное слагаемые или просто я запишу аж орбитальный давать по английский орбитальный это аж где магнитная а это аж скидывает аж спинывает ну и наконец вот давайте поговорим немножко вот о форме этих двух слагаемых орбитальными спину слагаемых причем с орбитального слагаем представим себе кстати видите у него формат орбитального слагаем вообще не похоже на спины вы хотя мы говорим там орбитальный момент у спины моменты вроде бы магнитный момент все равно в том и другом случае как бы форма записи взаимодействия с однородным полем должна быть вот такой вот сейчас ее и получим что для этого нужно ну для этого нужно векторный потенциал однородного поля выразить через через саму поле я напомню что я стер это уже выражение аж равняется ротор а это ведь дифференциальное соотношение роторами дифференциальный оператор и на самом деле если вы знаете зависимость ну скажем аж от координат вы можете проимпелировать это уравнение да то есть а выразить через аж а выразить через ну для однородного поля аж не зависит от координат и тогда конечно это дифференциальное уравнение решается относительно легко я ответ выручу и так для однородного поля это не произвольное решение а только для однородного поля то есть в случае аж константа для случаях константа это 1 2 h вектор на вот как выглядит векторный потенциал однородного поля ну это вы из электродинамики должны появляться ну действительно можно обратно продифицировать взять ровно здесь мы вы готовились этому выражению ну а тогда я могу подставить сюда вместо а аж вектор на р ну я так пищу пока черничок аж векторное произведение в нем вы можете переставлять скобки произвольно но с первой пары то есть это равняет все h на вектор на я представляю скобки на вторую пару р на п скалярные номер на п это орбитальный момент это каратор орбитального момента я давайте запишу переставить местами и и аж ну чтобы вот потом подогнать это выражение и так это будет орбитальный момент на аж оператор здесь при оператор вот ведь очень простая такая нет нет некие простые преобразования и в результате мы сходим это слагаемые орбитальное слагаемое вот такому же виду то есть у вас появится скалярное произведение некоторого вектора на напряжён из поля мы пишем это слагаемый виде минус орбитальный парамагнитный парамагнитный вклад я переписываю виде и так аж орбитальный минус нюкель на аж и шуток ну и давайте в мюэль я включу все что там у меня значит получается и так как я запишу мюклей что мне в мюэль войдет обратим внимание вот эту одну вторую так будет е на mc е на mc дальше что сделаю я из а также как и спины вытащу постоянно планка также как и спин орбитальный момент мы объединиться х всегда меряем мы берем орбитальный момент единичка на самом деле то аж давайте сделаем его безразмерно но тогда аж мы должны учесть и так у меня появится е 2 c h но это как раз магнит он бора этот бора как раз и на самом-то деле магнитный момент мюрель вы так минус дальше магнитон бора минус магнитон бора на теперь у меня уже безразмерно безразмерно ну и я отсюда вижу что гиромагнитное отношение гамма-л то есть связь между магнитами механическим моментом вот она гамма-л это минус магнитон бора минус магнитон бора ну или другими словами если я так же как и в случае спинов запишу гиромагнитное отношение видим минус же фактор только орбитальный же факт и магнитон бора мы видим что орбитальный же фактор это константа я думаю вы можете вернее вы можете спросить зачем-то вводить этот орбитальный фактор единичка но еще раз повторять что на самом деле это соотношение между магнитными механическим моментом обобщается в общем случае введением тензора связи то есть тензора вместо гиромагнитного отношения как числа выводим в общем случае тензор и измеряя компоненты этого тензора в магнитонах бора выводим понятие же тензора как обобщение же фактор и так же будет единица gs двойка то есть спиновый же фактор двойка в единицах магнитон бора орбитальный же фактор единичка и единицах магнитона порта точности еще до знака конечно ну то есть мы делаем это черный вывод что спиновый спинного гирмагнитное отношение в два раза больше орбитального вязать на этой двойке все время поскользнулся сам 4 самый что я вам даже рассказывал это в 16 году есть известные опыты пить штейн и дегас и штейн и дегас ну то есть это или еще по-другому звать магнито механические фермы или механомагнитные правдами его полно обратный фит называет фельдбарных ну короче говоря вы представьте себе металлическую чушку такую вот на такая красотке вставили металлический железом и стали об железе же есть магнитные объем у вас крутится робота плюс только не забывайте когда вы вставили эту чушку вот этот вот ключ который барабан барабан это называется вот по и шпине что я вспоминаю вспоминая восьмой класс чтобы ходили там у нас был полгода столярная бассейнская полгода вот это вот так как я делал изучали я помню прекрасно там лежит у заготовки вставляешь видимо в шпинтель что ли и закручивать нажимали там не болталась тогда вот закрутил потом берешь так включаешь пуск ну и поехала все так вот ручку не забывайте обратно вытащить закручивающуюся вот же его забыл вытащить вот не держу включаю это ручка техники безопасности называться так вот самое интересное я вас в классе в этом не догадывался на самом деле здесь же во что получается у вас превращение магнитных моментов у вас нет то есть превращение вот это не железяки у вас не индуцируется магнитный момент ну правильно там же электроны и проводит и моменты за будет ваш электрон это не да вот электроны человек вращаться вместе с железами они же правда вопрос если у вас интересный вопрос задать они же такие легкие эти электроны казалось бы так как донул их из дуду все а тут же вращаются железяка может электроны тогда ведь не вращаются и жена на сильно притянуть почему железа к этому сталку чтобы это все вращал вопрос интересно может писать и я сейчас даже не задумываюсь об этом может быть тогда это все в ней заложила путь в русском версии так мы стихи идиотским магнитный момент вот во вращающихся но и наоборот представьте себе что вы теперь берете эту железяку и помещаете в магнит магнитное поле по идее это железяка должна обращаться чего нажмите у вас есть соотношение между магнитами механический момент меняя магнитный момент как и меня должны и механический момент ну а меня механический момент это что у вас движение если вы перейти ну так вот видимо энштейн экспериментами занимался а вот это для газ занимался экспериментом ну а что и теорию создавал это 16-й год представьте себя спине тогда и речи не было штатства тагедур спинта двадцать пятом году великий но тем не менее объяснить эту связь и ремонтные отношения ну и что и написано интересная ситуация магнетизм железо имеет спинное происхождение орбитальные моменты там замороженные и вклада в магнитный момент не дают то есть спинной природы а киромагнитное отношение спины в два раза больше орбитальным а 16 кроме орбитального магнетизма связано с вращением еще и другого не было мечты все объяснил настоящий теоретик ошибки ошибки ошибшись два раза типичная оценка типичная ошибка знак двойка и десятка а десятка в порядке беру что все и всегда но экспериментатор это тоже все проходили через это через ошибку в знаке в двойке и так орбитальный вклад мы записали записали вот он как выглядит у нас то есть он выглядит совершенно аналогично спинного вкладу ну и наконец два слова о где магнитно вкладе где магнитно вкладе ну давайте я его перепишу следующим образом вот ведь у меня здесь выписано выражение для векторного потенциала дать эту упрощенную форму записи для магнитного вклада приведу будем считать что h и r перпендикулярны друг другу тогда мне а квадрат ну это а по модулю в квадрат как записать придется аж квадрат дэш квадрат ну если они перпендикулярны друг другу да и в школе векторное произведение это h и r на синус угла между ними если они перпендикулярны синус единичка все нормально и так вот это популярное нижнее на самом деле нижнее выражение для девочек на ухлада и так аж не магнитные аж я равняется подставляя сюда одна вторая аж на р в квадрате восьмерка появится если будет е квадрат на 8 mc квадрат дальше r квадрат и аж квадрат аж квадрат но обратим внимание на то что в отличие от предыдущей слагаемых тетали линейный повектор но потенциал или по полю линейно это квадратичная по вектору потенциалы по полю ведь аж квадрат но это сагаем тем не менее магнитный поле рассматривает и таким образом его все равно запишем также как мы записывали предыдущие вклады то есть в виде взаимодействия некоторого магнитного момента с полем поле у нас однородное я пишу минус магнитный момент я буду назову где магнитным где магнитный момент можно конечно сказать где магнитный магнитный момент на поле на поле то есть запишем очень так же как взаимодействие некоторого момента с однородным полем ну и отсюда я могу сказать что вот это этот магнитный момент где магнитный момент не магнитный как будет выглядеть мы сравниваем эти два выражения видим что это будет момент будет пропорционален полю пропорциональный портус этот момент будет индуцироваться поле индуцироваться полем а момент индуцируемый полем обычно связывают с полем через магнит через магнитную восприимчивость хей магнитная восприимчивость на поле то есть видите это не спонтанный магнитный момент а момент который индуцируется полем коэффициент пропорциональности между магнитным моментом или на магниченностью единицы объема для магнитчиков магнитный момент это или на магниченность сейчас уже сам запутался той есть магнитный момент где дни советует ну то есть это короче говоря ты будет не на момент он всегда на какой-то а миром на какой-то эти магнитчики я работаю с магнитчиками я все никак не разобраться не мог они как они нормируют это нам ограничены потому что они наберут а на единицу объема раз вас и мы расскажем кубический сантиметр кубический метр не принадлежит стать кубический метр система си кубический метр кто не нормирует конечно обратить внимание если вы увидите где-то работу магнитчика на магниченность например там температурной зависимости или полевой зависимостью там увидите кубический метр как положено системе смешно просто не получится ну а такой вот ревностный защитник системы си он еще возмутиться как так еще и как усилить работу и что-то указать дальше они нормируют на вес на грамм скажем так хуже того они нормируют иногда на плотность то есть это грамм себе куб дальше они нормируют на грамм моль попробуйте с этим разобраться вот для теоретик готовщика китайская грамм это полная очень тяжело разбирать и правда они сами тоже иногда разбираются и так где магнитное восприятие давайте мы просто сравним все это да мы получим что значит да где магнитное восприятие так это будет минус править будет отрицательно минус ну а дальше что здесь надо а вот она вот с минусом это выражение минус е квадрат на 8 м цель квадрат r квадрат вот здесь правда r квадрат ну вы догадывает переменная на меняется там 0 до бесконечности как так можно писать конечно когда вы говорите о наблюдаемых величинах то мы должны перейти к среднием поэтому давайте сразу же здесь двери пишем сред не квадрат средний что вы чу adverti вы же рассматриваете конкретно электронное состояние комбета электроны свою и вот в этом конкретном электрон步 сша который описывается грунт и волновой функции вы рассматривайте вот это взаимодействие с внешней порне ну и тогда конечно места просто подраты должны ввести средний по данному электронному состоянию интеграл все комплексы сопряженный р квадрат все вот такой интеграл вот классическая формула для диалоги для восприимчивости во всех книжках и может обойти очень интересно двумя фактами во первых внимание знак минус что-то за чай но ведь обычно вы берете кусок материала до поле включаете магнитное направление вверх ну и направлении вверх же появляется магнитный момент в направлении поля материал намагничивать но это характерно для парамагнетика то есть для веществ у которых существует спонтарный момент когда они вот эти магнитные моменты спонтанное поле ориентируются и вы знаете создается суммарной они за момент магнично в том же направлении направлении поле ну а в нашем случае вечера стал кого стримчик будет положительно в нашем учебном probably cinema то есть вкусами на והde чуть в этом направлении а магнитный момент противоположное направлении получается противоположное проведи это раз это знает это экзотика конечно ну правда это экзотика по словам так вещи которые наблюдаются так с переменит сегодня повторяю что возможность измерения магнитных характеристик они очень высокие точности очень высокие и сегодня измерить где магнитного стримчера правда небольшая вполне можно и куча примеров на конфеты материалов когда у вас скажем либо во всей области температуру либо скажем апрельной области температуру отрицать и второе вот этот факт р квадрат если вы электрон ватами смотрите р квадрат средний это будет ну грубо говоря площадь орбиты да потому что площадь это пир квадрата в полу классическом таком варианте площадь пир квадрат но возьмите вот здесь и еще ножки выделите на передах пир квадрат средняя площадь орбиты площадь орбиты точнее так говоря конечно видите мы взяли ситуации когда у вас h и r перпендикулярны поэтому строго говоря это будет не площадь орбиты а площадь сечения орбиты плоскостью перпендикулярным управлением поле детали и понятно что величина диамагнитного спринчика существенно зависеть от площади орбиты за счет радиус орбиты реальный радиус орбит в атомах это величины порядка одного экстрема или одного боровского района поэтому оценка диамагнитного спринчика очень простая поставьте сюда вместо пир квадрат один актеров пирать вот это будет примерная оценка диамагнитного вклада ну а если у вас электрон участвует какой-то вот такой в каком-то движении таком ночью с размерами скажем микро микрон даже на на размер у вас 11 на 10 ангстрем так на 10 квадрате уже столбую сюжет на два порядка вас воспринимать возрастет если вы орбиту будет иметь на размера но если ваша орбита будет размера ну предположим 1000 стрель тыща стоит вот характерный размер орбит даже в свет проводника размер куберовский парк тысячам стоит но это правда характерно для так называемых низкой температуры сверх проводников ты еще разу посадки что 1000 значит у вас нашли с порядком восприимчивость возрастет где магнитная она примет тот самый аномальный характер типичный для сверх проводников вот и это будет вам давать аномальный теоретизм в частности эффект мейстера фактически эффект мейстера мы можем получить вот двигаясь в этом направлении рассчитывая дело не было встречу таким образом выбросил из военного образования балловскую систему вы это закончите уже наверно вот так как вот как начали в состоянии как бы почти баланская система но не совсем у нас всегда все что-то вроде как как никто не за всем это будет знать как он это самым бегает собаки вону и мы не бежать что-то и так братский пример а дворняжки называются то есть вроде похоже на собаку и иногда даже по роду странах было так же у нас все как у них демократии только свой вариант демократии в варианте российской так вот я к чему говорю да потому что не исключено что придет нормальный министр образования правда это уж жить в эту пору прекрасно я думаю даже вам не придется чтобы нормальный министр образования прошел который на следующий же день первое думаю у него и вернули так а на следующий день у полоску систему выбросить и тогда опять снова по новым всякие эти планы программ новые всякие будут отделы управления и так далее так далее управление по волонской системе будут продолжать работать а по анти волос кричит новый будет добрый и красиво все будет правда видите когда придет нормальный министр образования я не знаю потому что приходит только хуже вот приходит только хуже потому что фурсенко его ругали ругали дело в том что эти фурсенко было маленькие плюсы ведь этот фурсенко работал в приличной фирме он работал физтехи питерском физтехи на лининградском везде это очень приличная фирма одна из ведущих у нас фирм физических физических институтов и по крайней мере каким-то образом для него конечно вот коллектив ученых жизнь это не сочетки действовал я что-то у него но ведь у нового министра уже он уже воспитанник почти новой системе вот это молодой это вот из разряда эффективных менеджеров а вы знаете что сегодня эффективным его учат с детства по грамм на грани телевизора потом в школе учат потом во всяких там бизнесе школах и тогда лучше перейдут раскидывать вот они пили только сми и только пережили министерство обороны сейчас будет министерство сельского хозяйства какие-то какие-то суммы причем десятки миллиардов рублей фигурируют и министр сельского хозяйства дамы такая скрыни вот она тихонечко смылась его живет во франции где-то в замке за несколько миллионов евро я думаю и наш министерство уже будет жить в замке позже ему помещали сразу же ты будешь в замке тоже тупо работа называется эффективный менеджер и никто между прочим вопросы не задает это очень интересно обратите внимание чтобы мало телевизор смотрите его иногда даже смотреть обратить внимание маленькую деталь никто не говорит о том а кто поставил скрымник кто поставил сердуков кто поставил или ляля ляля можно перечислять и кто поставил вообще это чьи приятели скрымник приятельницы христиан весь такой человек челябинской мафии христианка попал а он попал через ельцину туда есть взялся муж до христианка христианка свою жену притащил который была министром здравоохранения и соцобеспечения такая дама во всех отношениях такая красавица у нас была скрымник тоже такая красавица и чтобы добраться как-то немножко раскладить это девушки сердукова и девушки путина были вот и вот 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 их христианка жену свою они христианка промышленностью он был между прочим первый сам я бы заприньера была вот он скрыть не кто-то притащил вот тащил жену вот и так далее то есть это не питерская мафия такая челябинская мафия эффективных менеджеров с челябинской между прочим в этом отношении наших екатеринбургских да ведь их много пришлось есть обратите внимание что большинство из них в этой жизни устроилась вот сейчас современные они где-то самые умные из них какой-то момент где-то нашли себе там теплые местечко не сильно такой вот без больших там вилл теплоходов ну скажу с клинику сейчас еще и теплоходов вот они так тихонько ушли ясно и многих я знаю многие даже из них наши студенты тихонько ушли и так себе а другие просто ушли по принципиальным соображениями сработались с этим эффективным менеджером других выгнали просто если ты вовремя не собрались этой компании тебе не по пути начнем или не просто если не убьют то выгонят и вот так у нас рассосались обратить внимание назовите пациент нитерковой диск из бывший свердовчан которые сегодня эффективных менеджер на высоком уровне на низком уровне пожалуйста он далеко ходить не надо ткните пальцы наш университет у нас эффективных менеджеров сейчас раскладилась так чем он вам не дошло известно если то что ведь еще я почему говорю положительным позитивным отношением относительно свердовчан урал всегда был несколько таким заповедником идеологическим я я помню впервые с этим я столкнулся когда работал в афганистане у меня был большой коллектив проводить у меня были москвичей питер украины очень много украины казахстан таджикистан узбекистан и были единички вот с урала я и была у меня там еще ресурсы преподаваться русского языка и было еще сибирь зирвудский как это попал все остальные были вот туда туда все и я уже посидел коровы не стали потому что в работе а урал это был такой заповедник смотри на на все уже на самом деле эффективный менеджер уже рождались и жили там рядом с нами а мы еще и как-то так не видели сильно ну сейчас виду нашло и на нас так идем дальше следующий раздел движение чистить генковской частицы в электрическом поле движение генковской частицы в электрическом поле движение генковской частицы в электрическом поле значит мы включим электрическое поле вот эти просто обрати внимание вот запись уровня во-первых я что сделаю я несколько таких моментов изменю в этих уравнениях то во-первых я веду от эпсилу я перейду к е дальше вот е я перейду вернусь вернусь такой общей теории то есть вместо е запишу и аж дпдт вернул снова ну что это означает здесь просто надо будет записать и аж дпдт и все внизу и аж дпдт но один момент поскольку поскольку я видите от эпсилон перейду к е да а зависимость дельковской функция времени вот так она выглядит ешь тишками минус и эпсилон эпсилон делить на ht а мне нужно чтобы у меня везде фигурировала неликвидская энергия то есть мне нужно перейти есть или не минус и ели на ht так вот что для этого нужно сделать а для этого нужно вот что сделать смотрите вот это слагаемые как бы перетаскиваю сюда здесь я появляется мы все его ли заменяли на и аж дпдт но это будет означать что решение теперь у меня уже будет не с полной энергией я вижу его зависимость от времени а с неликвидской энергии то же самое во втором уравнении я я перехожу от эпсилон перехожу полный неликвидской энергии е заменяю е на и аж дпдт но тогда у меня справа здесь появится минус 20 квадрат минус 20 квадрат я вот эти уравнение перевяжу повторяю что я делаю нету нету перри нормировку временной зависимости при этом волновой функции под зависимости от полной энергии до зависимости вот нет виски и так я не уравнение перепишу кроме того мне нужно учесть взаимодействие с электрическим полем взаимодействие полем я учусь так же как уравнение шейдингера помню там и аж дфи по дтр равняется аж фи и аж кинетической энергии плюс потенциальные я вот сюда добавлю в правую часть я добавлю потенциальную энергию потенциальную энергию и так я получу уравнение воспринимать и аж дфи по дтр равняется c сигма п и вот этого слагаемого не будет я увел его налево и перенормировал здесь добавить слагаемую плюс в и плюс в и я включил взаимодействие с электрическим полем в это потенциальная энергия взаимодействие частицы с электрическим полем и второе уравнение и аж дхи по дтр равняется c сигма п и здесь вот останется минус 2 mc квадрат минус 2 mc квадрат хи и плюс в хи минус 2 mc квадрат хи плюс в хи вот как второе уравнение ведь такая немножко несимметричность будет но она и здесь была раньше тогда она была связана с разным знаком ну а здесь видите при переходе к индивистской энергии у нас немножко и слагаемые даже число фагаев менял его час мы точно так же действует из 2 уравнения я выражаю хи через фи и подставляю в первое так чтобы свистеть эти два уровня и еще на систему двух ровнений к одному уравнению для большой компоненты для большой компоненты имею ввиду что если я прошу компонент узнает я начну со второго уровня начну решать его приближенно каким образом у одно приближение с вами уже разбирали смотрите это приближение в котором я пренебрегает день неративистской энергии по сравнению сам c квадрат что-то означает это слагаемый это салят а вот и раз порядка и я что сделал е на и да но порядке е на хи уже я е просто заменил на единицы на цель а вернее и аж надо вот это слагаемые оценим здесь ну сигма из единичек пмв да еще доставляем порядка м в с на фи это слагаемые mc квадрат и это слагаемые ну вы ну да ладно давайте запишем так это порядка в эдаке в и этого порядка полная энергия ну а на порядке кинетическом порядке потенциальной энергии то есть фактически знали что мы делаем приближенно решая второе уравнение на первом этапе русская метод итерации в себе прав на первом этапе мы пренебрегаем самыми малыми слагаемыми и мы получаем простую связь и фи и фи следующим образом хи равняется ну чё говорить она где-то у меня уже было записано на этом сфере сигма п на 2 рц фи ну если я просто приравняю фактически должен проявлять ну вот эту пару а дальше что я сделаю это найденное мной как бы решение и основа подставляя сюда же куда подброшенные ранее слагаем таким образом пытаясь до того я выброса сейчас я пытаюсь приближенно учесть приближенно учесть я подставляю хи сюда и вот сюда подброшенные ранее подброшенные ранее слагаемые ну и снова выражая хи через фи снова выражаю хи через фи вот давайте это напишем там эта система мне уже пока не понадобится точное выражение кстати обратить внимание для чего мне это нужно но хорошо если мы ограничимся вот этой связи хи лифи давайте подставим ее сюда что он получит я напомню c сигма п сигма п сигма п на себя п п квадрат c сокращается первое слагаемый нас не просто п квадрат на твоем фильм а здесь вы ну и вы получите уравнение шри тенгера не близко у меня шри тенгер и никаких релятивистских эффектов связанных с влиянием электрического поля вы не найдете кстати внимание в отличие от магнитного поля отвечу магнитного поля случае магнитного поля связи было достаточно для того чтобы получить нетривиальный эффект спиновый магнитизм а сейчас мало то есть нам нужно для того чтобы получить реликимистские поправки движению частицы в электрическом поле нам нужно идти дальше но вы можете сказать что это какой-то такой вот приближенный метод ведь виде как только вы начинаете реализовывать какое-то приближение очень внимательно почему а потому что в этом случае вы вот так вот начинаете отбросим этому учтем и тогда мы каждый раз нужно следить за скажем так за порядком хотя бы за порядком отбрасываемых и оставляем слагаем ну давайте я сейчас связь новую на еду и так новая связь и и равняется повторяю я беру сюда подставляю вместо хи фи ну сюда тоже вот так вот это сагами я оставляю кстати поделить внимание мне же нужна связь хи через фи я приближенно через фи выражаю это малое слагаемое вот это малое слагаемое через фи выражаю будут и так фи есть а это оставляю потому что здесь коэффициент перед хи ну 20 квадрат самый большой вообще коэффициент и так вы знаете я получу единица и так вот это я перенесу значит налево все остальное направо единица на 2m c квадрат поехали начнем с этого слагаемого оно самое большое ну собственно мы как раз и получим эту связь оно так выглядит цель до цель сигма п значит фи я вот еще за скобку вообще фи если я на первое слагаемое что я получу не что-либо какую-то ту же связь просто у вас цеса грандиции будет сигма п на 2m c но повторяю что фи я скобочку вытащу вот так вот два тривиальных слагаемых вот это и это значит у меня слева я его запишу последний видите здесь производных вот это давайте слагаемых и фишек и так она пойдет у меня а где-то я уже справа далее до справлять опять лелась и так б и и к下面 мы вставляем такую форму получаем плюс сигма п на двое цев focus в это момент на mercado ведь я совсем направленно сделок дело почек здесь очень важно может я их и подставляю вот сюда после у вас здесь ведь я неправильно надо переставить сюда я перепишу ну вы догадись почему потому что сплети финансальный оператор а псв не коммутирует их нельзя представлять нужно быть внимательным я уже ведь не внимательным образом поступил и дальше фи повторяю фи у меня вынесено следующее слагаемое вот это слагаемое я перетаскиваю его направо минус и а будет так минус и так минус дальше и аж ну а тут подставляю минус и аж так дальше сигма п 2 mc д д д д д ну а фигня вот вытащена сюда вот все оценим все слагаемые оценить это самое большое слагаемое первое самое большое слагаемое нас будет интересовать а вот следующие два слагаемые они как уж какого порядка по отношению первого главного слагаем значит повторяю что это слагаем порядка м в цель смотрим сюда в потенциальная энергия потенциальная энергия она порядка генетической энергии да я оцениваю так это м в квадрат в оцениваю порядок ну понятно что здесь не нужно оценки сделать так чтобы можно было сравнивать первое со вторым с третьим и так вы оцениваю как м в квадрат здесь у меня mb идет визу m c квадрат mc квадрат значит м сокращается остается так вот из квадрата c тоốc до в квадрат c квадрат квадрат 3 смт к operate так нет и он а черва дана надал которое дав Awurtop правильно m и obviously в EST а вот эта подрагмат да да мы надо будет делиться что нам вinciチ образом но я ее roku МВС, то есть это у меня будет так, здесь МВС, М сокращается, В сокращается, В квадрат на С квадрат. Тут я как-то, как-то здесь сложно получилось. Ну, неважно, ответ простой. Это слагаемая, величина порядка ВНС в квадрате первого. То есть вот это, если это я за единицу беру, так, давайте вот так. Если это за единицу, то это величина ВНС в квадрате, вот этой единичке. Сюда идем, оценка. Значит, первое, МВ, ну а здесь МС. А вот эта вот энергия, и так оцениваю, значит, здесь МВ, Т. Дальше, и АЖДНТ, это же энергия у меня есть, это тоже величина ВНС в квадрате, МВ в квадрате. Дальше МС, а, ну это то же самое получилось, что с предыдущими слагаемыми. То есть, если поделить на МВС, на оценку для этого слагаемого, мы опять же получим величину порядка ВНС в квадрате, ВНС в квадрате. От единички, вот от этого слагаемого. То есть, на самом деле, мы учли два слагаемых, единственных, кстати, которые по отношению к первому, по следующему, дают на величину порядка ВНС в квадрате. Так вот, давайте договоримся так, дальше, придерживаться вот именно такого порядка оценок. То есть, эффекты порядка ВНС в квадрате, скажем, не оцениваем, не учитываем, для нас это ноль будет, ноль. Вот это очень важно. Но если у вас появляется какой-то эффект порядка ВНС в квадрате, в связи с этим, чего нужно обязательно учесть. Повторяюсь, все эффекты более высокого порядка мы отбрасываем, считая их, нулевыми для нас. Вот, то есть, мы теперь аккуратно будем работать, учитывая наряду с нерелативистскими слагаемыми, ну, какие это, ВНС в квадрат пополам плюс В, это неративистская часть КМИТОНИАНа. Но будем учитывать слагаемые порядка ВНС в квадрате, повторяю, по сравнению с нерелативистскими. Не более того, поехали. Итак, вот это выражение грехи я подставляю в первое уравнение. В первое уравнение. Ну, забегая вперед, я скажу, что на экзамене есть билет, там есть вопрос, в билете два вопроса. Вот один вопрос такой. Дерковские частицы в электрическом поле, точка литивистской поправки. Вот это я его рассказываю, как раз, вопрос. Раньше, когда сдавали квадратную механику без конспектов, то вот на этот вопрос я разрешал пользоваться, ну, чем он, в общем, ответил на этот вопрос, как раз. Потому что там сейчас, вот вы увидите, такая некая рутинная математика, вот. Правда, она хорошая математика, она такая квантовая рутматика, ну, то есть, если там приходится использовать некие результаты и всей квантовой механике, которая была до того, вот, я имею в виду в соотношении всяких. Но, тем не менее, все-таки это рутинная в определенном смысле. Ну, а так, сейчас я разрешаю пользоваться чем угодно на экзамене, да, вот. Соседом, соседкой, компьютером, книжками, конспектами. Ну, чем угодно, вот, я не знаю, если вам нужно с собой принести что-нибудь такое, не мешающий, правда, в общей атмосфере, радио. Я знаю, что, ну, вместо компьютера вам, скажем, Феликс нужен какой-то, раньше, чтобы был аппарат. Ну, сейчас вы это сейчас увидите. И я бы сказал так, что, с одной стороны, это вообще говоря, математика, она красивая. Почему? Потому что, в конце концов, после того, как мы продеремся вот через эти дебри, через эту тайгу каких-то выражений жутких, так, мы получим, выйдем, знаете, как, продрался, вышел, так, берег моря, корресон, небо, все чисто, все, три слагаемых, он остается, три, вот наша задача, и три литивийские поправки найти. Кроме того, мы одну из них, кстати, уже знаем, я ее уже выписывал на самые классические литивийские поправки. Она должна попасть здесь у нас среди трех. То есть, фактически-то нам нетривиально, две други можно найти, две поправки. Заявляя вперед, я скажу, это поправки, которые либо, в целом, обе называются спиноорбитальные взаимодействия, либо одна спиноорбитальные взаимодействия, а вторая поправка Тармин, ее еще зовут. Тармин. Ну, знакомая вам фамилия, ну, не там, не тот. Итак, поехали. Подставляю это выражение для хи, вот сюда, теперь беру, а вот только сюда, здесь хи только в одном месте. Дальше я сразу же вот что сделаю. Смотрите, у вас появится слагаемое с ДПДТ, с ДПДТ. Я это слагаемое с ДПДТ сюда перенесу, налево. Ну, чтобы у меня слева стояла производная ДФИПДТ, но она теперь немножко будет еще снаряжена со множителем. Ну, неважно, она справа, правая часть там, все остальное. Итак, вот это слагаемое, я, в смысле, пацановку сюда перенесу, налево. И вот теперь начинаю с левой части. И аж, и аж, это тоже здесь есть, так? Сколку открываю, единичка, это вот, это слагаемое начал расписывать, единичка. Ну, а тут что у меня будет? Смотрите, я подставляю сюда Сигма П, и еще раз Сигма П, мы с вами говорили, это П квадрат, Сигма П, Сигма П, это П квадрат. Значит, вот П квадрат, дальше С, сократить, diница П квадрат, С сократится, 3М, 4М квадрат, С квадрат, там еще С на-то сократить, П квадрат за 4М квадрат, С квадрат, и со знаком пойдет налево, плюс. и так единица плюс при квадрат на 4 м квадрат цель квадрат обратили внимание что по размерности попадает при квадрат это квадрат в квадрат по размеру с это безразмерное отношение нормально кстати обрати внимание по сравнению с единичкой это что за величина цель в квадрате у нас потому что мы так договорились ясно что это слагаемо нужно будет учитывать хотя бы опиничкой формата величина очень обычно мы же ищем активистские поправки и вообще говоря предполагаем заранее что они какие-то большинство заранее ничего не угадаешь и так и аж ну а дальше д фи по д т т левая часть и правая часть ну поехали справа подставляю сюда вот это слагаем что получает сигма пэта сигма п п квадрат цель квадрат сокращается п квадрат на двое и плюс еще будет вот она с ногами в так это аж 0 это аж 0 это не ретипистиками дня просто давать его нет итак правая часть п квадрат на двое потом понятно почему так все п квадрат плюс вы справа ну и скобочку открою фиг у меня за стопы это я учел вот это слагаемо и отсюда вот это вообще осталось одну но тут хитрее пить и как там сигма п в сигма п усать видите я вспомнил во время если бы было на ворота там опять появилась комбинация сигма п на сигма п а сейчас сложнее комбинации будет и так вот это слагаем придется аккуратно расписывать и так что оно мне даст справа так сигма п в сигма п 4 м квадрат цель квадрат и так плюс сигма п вот началась та самая уфинная математика сигма п я за что вот эту комбинацию ты ты замножить надо как-то будет преобразовывать делить на 4 м квадрат с квадрат 4 м квадрат цель квадрат так момент правильно сделал так вот это вот это слагаем квадрат все в квадрат цель квадрат цель кубина там c есть все сколько закрывается фи вот так на самом деле как бы похоже на уравнение нашей задачи это свести так уравнение типа шренингера ну а там мы ну как бы то что мы умеем там решать ну по крайней мере знаю чем дальше делать уравнение нашей задачи свести так уравнение шренингера обо все уже как бы похоже что нас тут избавиться в левой части вот вот этой скобки единицы плюс п квадрат там хорошо да просто единичку то что раньше не начинается и аж не фигуре видите какой но мы помним что у нас речь идет только об учете эффекта в порядке выносим в квадрате давайте я умножу левую правую часть этого уравнения на единица минус и квадрат на 4 операции уложен слева левую правую часть слева левую правую часть у слева это важно слева почему уже попадать дефицитальный парамент здесь видит стоят в этот пример по квадрату или в квадрат разные вещи право аккуратно уже смотрели умножаем что получать здесь у вас единица плюс на единица минус это единица минус квадрат соответствующий но дело в том что квадратно здесь видите будет в 4 на 16 м а здесь вот квадратно написать 16 м в 4 цех 4 но это то величина посреди ничего уже эффект порядка выросли в 4 и для нас это 0 поэтому на самом деле после умножения вот на эту скобку слева будет в нашем приближении единицы и так умножаю и переписываю давайте так сделаешь умножают и переписываю уравнение в виде и аж дефицит по дт равняется левая часть у меня хорошая теперь станет ну справа правда я правую часть запишу так а штрих на фи а штрих на фи а что собой а штрих представляет ну вот это вот это сколько а может на единицы минус квадрат 4 квадрата я просто сделаю я я записал пашки появляется единица минус квадрат на 4 м квадрат с квадрат вот на эту на эту часть ну и физик надо убрать у меня я не даром обозначил это через а штрих ну во первых обратите внимание довольно страшновато уже становится выражение вот еще не самый страшный ну кстати страшновато страшновато но видите мы договорились с вами что у нас есть нули как только нам попадается эффект порядка в nc в 4 например как это выглядит данном случае посмотрите вот эта штуковина по сравнению с этими двумя это величина порядка в nc в квадрате умножьте ее вот на эту величину ну это тоже в nc в квадрате получите в nc в 4 поэтому произведение этого слагаемого вот на это его можно выбросить для нас это 0 вот это по крайней мере у нас приободряет но есть другая проблема проблема дело в общем дело в том что уравнение шренингера мы с вами договорились по умолчанию работать с функциями нормированными на единицу почему я в том что если вы будете работать в уравнении шренингера с функциями не нормированными на единицу то тогда собственное значение оператора гамильтона у вас не будут соответствовать энергии не будет соответствовать энергии но я напомню что значение энергии как вы можем пускать того пожалуйста и важны и ну это ведь будет работать давать собственное значение терапия только в случае если у вас фильм нормированы на единицу а наша фи она не нормирована на единицу почему а потому что такая часть всего дирековской функции вот полная дирековская функция нормирована на единицу отчастию нет конечно поэтому нам нужно специально рассмотреть вопрос нормирование функции фи на единичку я напомню что все дирековская функция она состоит из двух компонентов фи и хи и она предполагается нормированная на единицу как это выглядит интеграл пси крест на пси бетау равняется единице вот так этот интеграл я запишу не комплексное сопряжение а фирмитовое сопряжение причем потому что у нас матрица все матрица но если я подставлю сюда эту матричную форму я могу переписать эту единичку в виде интеграл фи крест на хи плюс хи крест на хи д тау вот как можно переписать но отсюда видно что полный интеграл единица но а интеграл нормировки для фи это не единица появляется вот это слагаемое но оно конечно маленькое слагаемое причем лучше хит у нас малая компонента и малая компонента ну давайте его оценим по крайней мере так оценить причем опять же мы с вами учитываем эффекты порядка в рецепт квадрате вот единички другими словами вот если я первый слагаем беру за единичку то здесь я могу учитывать только эффекты порядка в рецепт квадрате но для этого я делаю очень просто смотрите я возьму самую простую связь хи и фи и равняется сигма п на 2 mc фи вот это простой свет легко видеть что при этом хи крест на хи да сюда вкладку по сравнению с первым интеграл порядка в рецепт квадрате то есть вот эти приближенные приближенного соотношения между хи и фи будет достаточно для того чтобы нам найти в нашем движении интеграл нормировки для и найти то есть как я перепишу на столице подставляя сюда но при этом сопряжении я что делаю местами представляю со множители в серединке у меня появляются сигма п на сигма п в результате я мой интеграл нормировки переписываю в виде вот эту единичку и так интеграл все крест на все это перепишется следующим образом интеграл фи крест единица я расписываю этот интеграл здесь тоже будет фи крест на фи останется так единица плюс п смотрим в квадрате на 4 м квадрат c квадрат скобка закрывается фи до того вот как выглядит теперь этот интеграл нашем приближении но здесь четко видно что да отличие интеграл нормировки для фи он единицы как раз дает нам величину порядка мальцев подать ее нужно учитывать значит и нужно учитывать как теперь быть но нам нужно вместо фильм теперь ввести функцию нормированную на единицу то есть перенормировать функцию фильм перенормировать делаем это следующим образом я новую передать формированную функцию обозначу фи большой она будет ненормирована на единицу